Девушки отдыхают Хм, чтобы полицейский знал, кого искать, нужен портрет, ну или рисунок А, сейчас! Полицейская машина очень красивая На борту у неё синяя полоса На улице её сразу все узнают Полицейская машина патрулирует улицы города Если кто-то потерялся, она поможет найти Значит, полицейские ищут потеряшек? Не только Полицейские следят, чтобы в городе был порядок Полицейский знал, может быть, поинтальщик Аминьиы Аминьиы Субтитры сделал DimaTorzok Найти потеряшку не так-то легко Да, город большой и нужно заглянуть в каждый уголок Смотри, смотри, кому-то еще нужна помощь Не волнуйся, Коля, полицейская машина поможет всем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой-ой-ой, грабители! Они воруют конфеты! Пристегнись, Коля, включаем сирену Сейчас начнется огня! У полицейской машины есть сигнал и сирена Чтобы на дороге ее все пропускали Нет, только не шкурка от банана! Эх, теперь грабители смогут скрыться! Эх, теперь грабители смогут скрыться! Ага, попались разбойники! Ага, попались разбойники! А вот и пес! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ура! Нашелся! А где же конфеты? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Внимание, внимание! Соблюдайте порядок! Есть соблюдать порядок! Ребята, хватит смотреть мультфильмы! Побежали скорее гулять! Но только чур не терется! Скоро взлетаем! В самолет на машине нельзя! А если в далекой стране нужна машина? Можно взять ее на прокат! Чтобы взять автомобиль на прокат, надо показать паспорт и водительские права! А еще оплатить стоимость проката и залог! И можно выбрать любую машину! Вот здорово! Важно сразу проверить, что с машиной все в порядке! Ура! 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 Англор маленькок! Ура! Ура! В прокате всегда можно найти машину по душе. Ну или почти всегда. Машинки. Сериал для мальчиков. Бип-бип. Постранитесь, я опаздываю на футбольный матч. Коля, ты плохо припарковался. Теперь никому не проехать. А как надо? Парковаться надо на парковке. Парковка – это специальное место, где можно оставить свою машину. Иногда на въезде и выезде с парковок устанавливают шлагбаум. Дорожки на парковках узкие. Чтобы машины не сталкивались, делают указатели, куда можно ехать. Внимай, пожалуйста! О! На парковке есть специальные места для инвалидов. О! Обычным водителям занимать их нельзя. Гол, гол! Мы выиграли! Ты видел, Прабу? Вот это игра! Отлично! Может, теперь пойдем на улицу, мяч погоняем? Давай, супер! Машинки! Сериал для мальчиков! А про какую машину сегодня будет история? Про пожарную машину! Пожарная машина – это большая машина. У пожарной машины большие колеса, чтобы можно было проехать там, где другие машины проехать не смогут. У пожарной машины есть шланг, чтобы тушить огонь. У пожарной машины есть длинная-длинная лестница, чтобы спасать из пожара. И у пожарной машины есть сигнал и сирена, чтобы предупреждать всех о том, что она торопится на пожар. И что, другие машины должны уступать ей дорогу? Обязательно! Ведь если где-то начался пожар, то пожарной машине надо ехать туда как можно быстрее. При пожаре звонить 1-1-2. ПОДПИШИСЬ! 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 А что, если пожарная машина не успеет вовремя приехать? Этого нельзя допустить, ведь огонь – это очень опасно. ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне нравится пожарная машина Она такая классная И пожарные очень любят свою машину Моют ее, чинят И, наверное, ездят на ней в выходные за город ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы любите играть в машинки? Можно построить для них из кубиков целый город? Хватит смотреть мультфильмы! Чем сидеть перед экраном? Лучше играть в любимые игры! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машинки! Сериал для мальчиков! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прабу, а про какую машинку ты расскажешь сегодня? Про снегоуборочную! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снегоуборочная машина Это машина, которая убирает снег У нее большие колеса, чтобы не застрять в снегу И большой железный отвал, чтобы его разгребать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В кузове у снегоуборочной машины песок Или специальный порошок Машина посыпает им дорогу, чтобы та не виденела Да, без снегоуборочной машины зимой в городе никуда Не только в городе, дружище Внимание встречающие! Борт Санкт-Петербург-Москва Прибывает через... Вот прямо сейчас прибывает Эй! Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бывает снега так много, что одна машина не справляется Но, к счастью, снегоуборочные машины Всегда приходят друг к другу на выручку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Хотел бы я покататься на снегоуборочной машине Ходят слухи, что иногда на ней катается кое-кто бородатый Ребята, хватит смотреть мультики! Лучше гулять вместе с друзьями! Зимой можно кататься на санках и играть в снежки! Машинки! Сериал для мальчиков! Мой друг смог подняться на Эверест! Это самая высокая гора в мире! Я так рад получить от него открытку! Браво! А как открытка добралась до тебя? О, мне ее довез! Почтовый фургон! Почтовые фургоны развозят почту в самые разные места по всему миру! Ведь почта нужна везде! И в больших городах, и в пустыне, и в джунглях! Иногда найти того, кому адресовано письмо, совсем не просто! А иногда почтовому фургону приходится ехать там, где вообще нет дорог! А давай отправим открытку моей бабушке! А где она живет? На Северном полюсе! Бабушка изучает белых медведей, и у нее скоро день рождения! Чтобы доставить письмо как можно скорее, его сначала везут на самолете! В разных концах света почтовые фургоны выглядят по-разному, чтобы удобнее было доставлять почту! Поэтому на Севере, где много снега, у почтового фургона вместо колес гусеницы! Но когда начинается снежный буран, даже гусеницы не помогут! Чтобы доставить почту на Северном полюсе, водителю почтового фургона приходится быть настоящим героем! И ни в коем случае не терять самообладание! А еще на Севере, в почтовом фургоне, обязательно должна быть мощная печка-обогреватель! На Северном полюсе можно увидеть удивительное явление, которое называется «Северное» или «Полярное сияние». Такое красивое свечение в небе! Здесь обычное дело! О-о-о-о! Как же он теперь доставит мою открытку бабушке? Придется что-нибудь придумать! Безвыходных ситуаций не бывает! Ого! У него получилось! На Северном полюсе приходится быть находчивым! Ну как же так? Прямо всего одной капельки бензина не хватило! Можно попробовать подтолкнуть машину! Если она покатится вниз, то доедет до самой станции! КОНЕЦ Бабушка, это открытка от меня! С днем рождения! О-о-о! Смотри! И Белый медведь пришел! Брабу! Мне тоже пришла открытка от бабушки! Вот здорово! Она проделала длинный путь! А помог ей почтовый фургон! Ребята, а вы кому-нибудь отправляете открытки или письма? Оторвитесь от экрана! Напишите скорее письмо! Получить весточку от близкого человека! Так приятно! Машинки! Сериал для мальчиков! Ой! А это что за машина такая? Это мини-вэн! Мини-значит маленький? О-о-о! Он совсем не маленький, Коля! Мини-вэн это очень просторный и комфортный автомобиль, поэтому в нем очень удобно путешествовать! У мини-вэна три ряда кресел, поэтому в мини-вэне может поместиться до восьми человек! Задние сиденья можно сложить, тогда будет больше места для вещей! У-у-у! О-о-о! Хе-хе-хе! Мне кажется, парусник уже никак не поместится! Если что-то не влезает в багажник, это можно закрепить на крыше! Садясь в машину, никогда не забывайте пристегивать ремни, ведь это может спасти вашу жизнь! Когда едешь на машине очень долго, то кажется, что дорога стала бесконечной! А-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! А-а-а! О-о-о! А-а-а! Чтобы не заблудиться, в путешествии необходима карта, а еще лучше навигатор. Поверните налево. Поверните направо. Поверните налево. Поверните направо. Нет, поверните налево. Нет, опять я ошиблась. Вы сбились с маршрута. Возвращайтесь домой. Поверните направо. Поверните налево. Поверните направо. Ой, похоже, они заблудились. Это все из-за наводнения. Да. Ух. Мама! Ух! Ух! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ммм! Ха-ха-ха-ха-ха! Коля, смотри! Они приехали на семейный музыкальный фестиваль! Поверните налево! Через два километра поверните направо! Браб, так у тебя тоже был минивэн? Было дело! Мы с моим минивэном столько всего пережили вместе! Когда-нибудь я расскажу тебе о наших приключениях! Друзья, а вы не слишком долго сидите перед экраном! Мне кажется, на сегодня мультфильмов уже достаточно! Лучше отправиться в путешествие, настоящее или воображаемое! Машинки! Сериал для мальчиков! Какой у тебя классный галстук! Это галстук-бабочка! Его надевают в особо торжественных случаях! А машина для особенно торжественных случаев называется лимузин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, они такие разные! Одни все в белом, а другие все в черном! Так бывает, Коля! Это гости и родственники со стороны жениха и со стороны невесты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лимузин – это такой очень-очень длинный автомобиль! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Салон в лимузине как гостиничный номер люкс! Главная задача – обеспечить комфорт пассажиров! Поэтому лимузины оснащены по последнему слову техники! А еще есть специальная перегородка между водителем и салоном! Если она закрыта, водитель не слышит и не видит того, что происходит за его спиной! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот котенок для них как ребенок! Ты посмотри, как они его тискают! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Немногим котятам довелось покататься в лимузине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда это они приехали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, жених приготовил невесте какой-то сюрприз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прабу! Он привез ее на концерт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не просто на концерт, Куля, а на свой концерт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой у тебя классный галстук! Ну, сегодня же торжественный случай! Конечно! Ведь мы приглашены на годовщину свадьбы моих родителей! Пойдем быстрее, чтобы не опоздать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машинки! Сериал для мальчиков! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Посмотри! У меня новая машинка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая машинка, Коля? А я и не знаю. Я такой никогда не видел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Это замечательная машинка! Это погрузчик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погрузчик – это специальная машина, которая помогает поднимать, опускать и перемещать тяжести. Погрузчики бывают разные. Это большой телескопический погрузчик. У него большие колеса, подвигающаяся мачта и на ее конце зажим. Он может поднимать очень крупные и тяжелые грузы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это тоже погрузчик? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погрузчик. Он гораздо меньше, но у него тоже есть мачта. На ее конце длинные, которыми он подцепляет груз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Одна коробка не поместилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это нехорошо, ведь это чей-то подарок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво, смотри! Он решил ввести подарок сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это будет нелегко. Погрузчик – это не обычная машина. Он не предназначен для долгих поездок по шоссе, а до города далеко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У погрузчика не такой мощный мотор, как у легковых или грузовых машин. Фары не такие яркие, а дворники не такие мощные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это, наверное, тот мальчик, который ждет подарок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, и этот подарок везет наш погрузчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ой, ой-ой-ой Брат, он же сейчас перевернется Не волнуйся, Коля Все четыре колеса этого погрузчика ведущие Они делают его очень устойчивым И проходимым Субтитры делал DimaTorzok Прабу, а почему полицейский не разрешил ему проехать? На время праздника некоторые площади и улицы перекрывают для движения транспорта Чтобы для горожан было больше места Тогда нам помогут музыканты Давай, давай, давай Совсем чуть-чуть Давай Давай, давай А-а-а! Накладывай груз. Сейчас я его перевезу. Вот, я не такой сильный, как погрузчик. Ничего, Коля. Руки будут сильнее, если будешь по утрам делать зарядку. А ты делаешь? Обязательно, Коля. Од, два, три, четыре. Од, два, три, четыре. Машинки. Сериал для мальчиков. Коля, а ты знаешь, как машинки переезжают железную дорогу? О, давай лучше играть в летающую тарелку. На железнодорожном переезде. О, давай лучше играть в летающую тарелку. О, давай лучше играть в летающую тарелку. Это очень опасное место. Здесь пересекаются пути машины поездов. На железнодорожном переезде не стоит торопиться. Если шлагбаум закрывается, сразу остановись. Поезда ходят очень быстро. И пытаться проскочить перед поездом ни в коем случае нельзя. Ух, хорошо, что все обошлось. А тарелку я лучше на кухню отнесу. Теперь понятно, почему на железнодорожном переезде такие строгие правила. И нарушать их ни в коем случае нельзя. Даже если происходит что-то ужасно важное или интересное. Не пропустить ни одной новой серии легко. Подписывайся на наш канал, показывай мультфильмы друзьям и пиши, что понравилось в серии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!